Необычное прославление Я просто так вот сверхъестественным образом испытал вкус меда в груди, вот в горле, в гортани своей. Не знаю, что это было, но я ощутил вкус меда, что Господь дает вот эту сладость, сладость жизни, сладость прославления. Вот. Каждое служение отличается. Левиты вроде одни и те же, но дух по-разному говорит, по-разному действует с нами, с нашим сердцем, и мы переживаем все по-другому. Слава нашему. Давайте мы поблагодарим Господа за наше время. Аллилуйя! 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 Мы будем так изучать, изучать Тору, будем говорить о Божьем порядке. Левиты. Каждый из нас. Мы как одна семья. Вы знаете, что улли пчелины, да? Там столько много. Там пчелы, они распределены. И они, каждый занимается у них в своем направлении. Но! Вся семья пчелина работает на одном. Та, кто производит. Нет? Это матка. Та, кто производит. Вот так же вся семья Божья направлена на того, от кого все происходит. Аминь. Аминь. Вот. И у нас сегодня в гостях Сергей Журавлев. Давайте мы Господа поблагодарим за него. Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю, что Господь приготовил для нас через него слово. Подарок. Да. Подарок. Слово. Просто принимайте и откроем наше сердце. Пусть словом мы будем являться той хорошей бочвой для этого слова. Аминь. Да. Давайте мы. Ай, 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 ай. 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 Да. Вот. Я представляю тебя. А давайте мы все сейчас соберемся, чтобы наши сердца были чистыми. Давайте мы сделаем причастие и потом с чистым сердцем мы примем слово. Аминь. 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 Драгоценный берите меня этот салат и принимайте. Аминь. Спасибо Господи. Спасибо Господи. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо, Господь, за все. Благодарю тебя за это причастие с моими братьями и сестрами совершаемое. Спасибо за эту общину. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Благодарю тебя, Благодарю тебя, Благодарю тебя, Господь, что ныне исполняется это с небывалой силой. И это причастие сегодняшнее, Боже, это действительно одно из знамений этого благословенного времени, когда твой свет просвещает, так или иначе, но все народы нашей истрадавшейся земли. И славой народа своего Израиля ты являешься и проявляешься сегодня, как никогда ранее. Слава тебе, Господь, Бог смогущий. Благодарю тебя за кровь твою, Машех Ишуа, Христос Иисус, который омываемся мы от всякого греха, ходящего во свете. И кровь твоя, она соединяет нас, действительно, как единое тело твое. Спасибо тебе. Ты основание, фундамент, и ты глава, купол, завершение этого благословеннейшего храма из живых камней созидаемого. Храма уже двухтысячелетнего этого построения. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. Благословен Бог наш, Царь всей вселенной, давший нам хлеб из земли и давший нам хлеб с небес, Спасителя нашего и Господа, Ишуа Ашеха. Благословен ты Бог наш, давший нам хлеб виноградной лозы и давший нам лозу великую, Сына Своего, Великий Виноградарь. Посети виноград сей, виноградник, благослови свой, да прославится имя Твое Святое в нас и через нас и среди нас. Аминь. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Аминь. 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 И давайте мы сядем и будем принимать слово. Слава Богу! Слава Богу! Друзья, братья, сестры, знакомые, незнакомые, одна семья. И от моей семьи, привет всем, стулы. Моя семья уже, жена, дети, внуки, они уже тогда будут записи смотреть. Ну, от них уже по просьбе, уже от семьи. Передаю привет от нашей всей семьи, от наших всех, от супруги, детей и внуков. Слава Богу! А также от нашей церкви тоже большой привет всем. Нашего такого объединения, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Вот, и шаббат шалом, друзья. Воистину, шалом, шаббат шалом. Ну, и конечно же, вот с наступающим уже праздником. Сегодня вечером, да, начинаем. Шаббат плавно переходит в Пятидесятницу. Великая честь быть в нем. Знаете, это удивительно. О, спасибо, Господь. Спасибо за эту встречу. Спасибо, что мы можем разделить вот это общение. Спасибо, что ты в нас и среди нас. Великий Бог наш, слава тебе, Бог Авраама, Исаака Израиля, Бог патриарков и пророков, Отец наш и Царь наш, сущий на небесах. Да святится ибо твое, ибо придет Царствие твое. И блажен, кто вкушает хлеб в Его Царстве, пребывающий в Его Царское Государстве. Слава Богу. Блажен народ Его. Блажен для которого Господь есть Бог. Для кого Господь есть Бог. Аминь. Вот. И, дамы и господа, братья и сестры, удивительно, да, братья служат. Присаживайтесь, пожалуйста, проходите вперед. Вот. И мне нравится устройство старых синагог. В Израиле был один раз лишь я, но нас за неделю вот так вот повозили нам, нас повозили за неделю, значит, показали больше или меньше, но, как бы, главное в Израиле показали нам. Вот. И в том числе были в родном городе Иисуса, где Он прожил большую часть своей жизни в Назарете. Да. Вот. И он был, действительно, назван Назареем. Ну, не по обетованию, не по обетам своим, да, Назареевским мнением, а именно по своему городу. Знаете ли, вот как вот есть люди, вот, встречаешь кого-то, ну, точно знаешь, это Одессит. Вот. Ну, вот, ну, как бы это, это не перепутаешь. Знаете ли, вот. Нет, есть люди, которые живут в Одессе и жили, родились, но, как бы, вот о них не скажешь, что они Одесситы. Вот. Честный вопрос. А есть такие граждане, что вот сразу, издалека. Я помню, оказался на самом юге, там, возле Антарктиды уже, значит, в Австралии, в Мельбурне. И вот вижу, Одессит, точно. Не ошибся. Одессит. Одесса, оказывается. Да, живет там, но Одесса в нем. Все палаты. Можно Одесситы из Одессы вывезти, но Одессу из Одесситы не выведешь. Словно. Это я понял, понял уже, да. Вот. И то же самое, да, москвича узнаешь, петербуржца узнаешь, да, значит, какие-то города, и они сразу, ты знаешь, ну, это видимо оттуда парень. Это или девушка, это видимо оттуда. Вот, значит, то есть, как бы, есть люди, которые очень хорошо, как бы, вот, впитывают, как бы, вот эту ауру, что ли, атмосферу своего города и являются его, как бы, вот такими яркими представителями. Вот, и наш Спаситель Иисус, да, он, кроме всего прочего, был конкретный, четкий, яркий Назарянин. Все знали, это из Назаряда человек, да, действительно. Это его родной город, там он прожил, действительно, большую часть своей жизни сознательной. Это высоко в горах, он был гордцем, да, значит, прожил в горах всю свою жизнь, да. И в те времена, ну, сейчас на автобусе, пожалуйста, можно легко сесть с горы, по хорошей дороге, замечательно, с кондиционером. А в то время, да, нам экскурсовод объяснял, что в то время, чтобы с Назаряда спуститься в долину, надо было идти целый день. Знаете, я как утречком вышел, а только лишь к вечеру туда, в долину спустился, представляете? Особенно не находишься вниз. Вот, и, ну, евреи жили высоко в горах, тоже нет хорошей жизни. Понятно, время такое было неспокойное. Ну, знаете ли, там реконструирована родная синагога Иисуса, в которой он с самого нежного возраста и до самого уже зрелого возраста, да, он был. Ну, простая синагога, в ней все просто, ну, флориум из крови очень просто довольно. Но мне чем она понравилась, там проповедующий, мечтающий слово, ну, ходил прямо посреди, становился, и все вот так вот, ну, почти вокруг него. Вот, да, и сейчас обычно кафедра ставится высоко, такие помосты, сцены, а там, наоборот, вниз, как-то, да, ну, там совсем другая философия. Интересно, мне понравилось. Вот, и, действительно, братья, сестры, сегодня Христос посреди нас. Аминь. И в нас, и через нас. Аминь, аминь. И Пятидесятница для меня особенный день. Шубот, это, ну, можно эти же буквы как шубот прочесть, да, можно как шубот прочесть, то есть, ну, по-разному можно. Ну, в зависимости от прочитывания, разное значение немного. Можно прочесть как недели прочесть, а можно прочесть как клятвы. То есть, оно как бы созвучно и похоже, но, да не то же. И обычно мы говорим о празднике Седмица, празднике недель, да, это правда, на самом деле. Сам Бог всевышний повел от первого снопа. Отчет омер, мы говорим, да? Да. Каждый день это было, ну, кто ведет отчет, кто вел отчет, те понимают, кто еще не в теме, то у вас еще есть время на будущий год, когда уже. Да, значит, интересная очень такая традиция, святая традиция, знаете ли. Вот, я понимаю, что это не просто так Бог. Он мог бы сказать, вот 6-го сивана собирайтесь на праздник. Он мог бы так сказать. Конечно, полный, моральный правый, но он сказал, отчитывайте. Почему? До конца непонятно до сих пор. Разные мудрецы по-разному это отвечали. Но, знаете ли, видимо, ответить на этот вопрос возможно только лишь переживанием этого всего, прохождением этого пути, вот этого процесса. И в день 50-й свершилось чудо. Вот, тогда 3331 год тому назад. Да, уже много, как говорится, воды утихлостого времени. То есть, мы сегодня вечером вспоминаем и завтра, и послезавтра, вспоминаем события, произошедшие до 3331 год тому назад. А также события, произошедшие 1989 лет тому назад. То есть, события, как мы говорим обычно, ветхозаветные и события новозаветные. Как раз именно они произошли в один день. Два таких грандиознейших и замечающих события. Ну, конечно, события, которые были при Моисее, это события исхода великого нашего выхода. Выхода из рабства. Были разные люди, разные судьбы. Евреи. И не только. Да. И не евреи. Разные люди. С разными историями, с разными судьбами. Еврейские предания, древние предания, которые сегодня уже не просто предания, кстати. Сегодня уже это исторический факт. Потому что археология еще в 19 веке и в 20 столетии подтвердила истинность этого предания. Что очень много евреев, к сожалению, сынов Якова, не послушалось поисе. И так и остались они в египте. Археологи на самом деле нашли огромное присутствие, следы огромного еврейского присутствия, датированное и временем уже после исхода. То есть археологи полностью подтвердили это предание. И согласно этому преданию, оно по-разному звучит в устах разных учителей. Но, как сегодня, допустим, большинство раввинов считают, что одна треть всех сынов Якова в то время, к сожалению, природных ветвей отпала к невериям. К сожалению, треть отпала к невериям. Некоторые учителя древности говорили еще более страшные проценты. Они говорили, две трети отпала к невериям, а лишь треть вышла. Но вот в современных школах, вешимах обычно говорят, треть отпала. Но, как ни крути, все равно это очень печально, что далеко не все евреи послушались Моисея. И ведь были чудеса, знамения, но, знаете ли, есть такая категория граждан, о которой сам Спаситель говорил, да, сам Мессия говорил. И даже если кто из мертвых воскресен, все равно не поверят. Вот хоть ком на голове чеши. Есть такие товарищи, к сожалению, в любом народе, еврейские не исключение. А может быть даже как раз, ну ладно, вот по поводу уперности, это в Библии как раз там и говорится. Ну ладно, но есть хорошая новость все-таки. Это плохая первая, а вторая хорошая. Что за место отпадших невериям природных ветвей, Бог совершил в тот день великий день. Привитие диких ветвей с разных народов, проживавших там в Египте. А в Египте это центр цивилизации в то время. Знаете ли, это центр мировой цивилизации. Там все рынки, там все деньги, там все товары, все производство мировое тогдашнее. И туда стекались так или иначе в поисках лучшей доли, там, ради колбасных интересов. Да и вообще, чтобы выжить в конце концов. По разным причинам. С разных народов, а порой целые народы. Как потомки Якова, да. То есть сходили туда в Митсраиль. Но они считали себя, конечно, царством света. Но в глазах всемогущего это очень тесное и печальное место. То, что людям порой кажется очень высоким, в глазах всемогущего Бога это очень низкое и тесное и печальное место. Но, видите, разный взгляд у нас совершенно порой. В глазах людей мы смотрим карту географическую. О, Эверест. О, Джамалума. Вот это я понимаю, да. Высточение. А в небесной картографии Сион так себе вроде как бы холмник в сравнении с такими покрытыми, как с Кавказом даже. Смотрите. На Кавказе кто бы был там? Вечная снега. О, Сванетии. А так вообще там снег не сходит никогда. Представляете? А в глазах всемогущего Бога Сион, вот этот, казалось бы, холмник в сравнении с этими тарами огромными, он самая величина. Представляете? Аминь. Духовный взгляд он совсем иной. Ха. Удивительно. Ну да. По-человечески так вот, ну, по падшей природе человеческой блаженнее брать, нежели отдавать. Ха. А его взглядом все наоборот. Все, знаете, как зазеркалье какое-то. Попадаешь в Божье Царство, как будто вот Аниса даже, она меньший шок испытала, чем человек, попадая в Божье Государство, Божье Царство. Там все по-другому. В человеческом падшем мире, отпадшем, деградирующем, чтобы быть на высоте, надо быть господином и покорять себе всех, манипулировать, господствовать над всеми. Знаете ли, я, царь горы, а в этом небесном Божьем государстве все наоборот. Быть первым, значит, рабом, служить. Все наоборот. Ну ладно. Ха. Дамы и господа. Удивительная вещь. Братья и сестры. Во время Великого Исхода, конечно, можно понять, почему многие люди соблазнились, прикнулись, почему, может быть, до того и веря Моисею, но во время последней казни, многие перед последней казнью египетской, многие разочаровались в Моисее. Ну, был большой повод к этому, огромный повод, помните из Библии, да, что накануне последней казни, перед тем, как мы вышли из Египта, а ведь, говоря о праздниках Господнях, каждый верующий должен осознавать, что Он вышел. Не просто когда-то кто-то там вышел, нет, нет, мы вышли. Читая Библию, я читаю не просто о событиях давно минувших дней, я читаю о том, что я переживаю, о том, что я совершаю, то, что совершается в моей судьбе. И вот, братья, сестры, интересно, что накануне Бог сказал, накануне последней казни, уже и так столько кровушки пролито было, казалось бы, и слез, и горе на земле египетской. Но фараон упирался, ожесточался до последнего. И накануне было сказано, чтобы 10-го числа месяца Ниссан, чтобы каждая семья брала агнцев и заводила их в свои дома. И привязывали их в домах своих, и до 14-го Ниссана, чтобы они были в этих домах. Так вот незадача, 10-е Ниссана, 3331 год тому назад, это календарно легко прочитать, выпадает на шаббат. Вот незадача, слушайте. Евреи, 4 столетия прожив в плену, в рабстве, сохраняли субботу. И даже, будучи рабами, они этот маленький островок свободы сохранили. Знаете ли, и даже надсмотрщики, да, и даже тираны эти, палачи, они прекрасно знали, что раз в неделю, да, он раб, да, еврей, он раб, да, можно от него ноги вытирать, и на его горбу можно строить там пирамиды огромные, но раз в неделю его не контует, все. Бей, не бей, заставляй, не заставляй, раз в неделю, все. Ну вот пришла суббота, закончилась работа, и все. И знаете ли, и эта традиция настолько древняя, что сохранилась такая, как бы, такая, да, присказка, что не мы субботу сохранили, а суббота нас сохранила. Если не поймешь, кто кому должен, в общем-то, как бы взаимовыгодное партнерство. Удивительно, но, да, и казалось бы, суббота, да, и все египтяне прекрасно знали, что евреям в субботу он палец о палец не ударит, тем более взять животное, завезти домой, привязать. Не, 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 не может быть. Ха, некоторые мудрециторы, учителя древние, говорили, что в этом был какой-то особый промысел, чтобы шокировать, знаете, вот шок это по-нашему, чтобы шокировать египтян. Они уже прекрасно знали, что евреи ничего никогда в субботу не будут делать. И вдруг евреи массово, массово, миллионы людей берут этих агнцев и заводят их в себя дома и привязывают. Здесь, на тебе, разинит вот любой египтянин. Я думаю, немая сцена была на рынках египетских и вообще вот как бы в городах, в селах. Да, ну, конечно, у кого-то был повод, у многих был повод в этот момент сказать, ну, кто хотел найти повод, те, они и Маширка тоже обвиняли в нарушении шаббата, хотя он не нарушал божественный шаббат, он не нарушал божьи отношения к шаббату, он нарушал человеческие представления многие о шаббате. То же самое и в этот момент произошло. Нечто подобное. Нечто подобное в жизни Моисея. Спасибо. Тоже произошло. На самом деле, Моисей не нарушил субботу и Бог не нарушил свой день. Ну, де юре, это еще не было заповеди Бога, да, мы знаем. Это еще позже стало, де юре, но де факто это было всегда от Адама самого, от нашего прапрапрапрапрапрапрапрапатюшки и от нашей прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапатушки нашей Евы. Да, ну, как бы, да. 5779,5 лет тому назад это все началось, в общем-то. И первый шаббат, это было прекрасно. Правда, человечество было совсем еще, ну, не то, что сейчас, ты ли, арты. Ты, да я, да мы с тобой, вот и все, человечество надо было. Муж и шаббат, все, от нас семья лишь, ну, и Господь среди них. Это был прекрасный шаббат. Наверное, наша прамама такую хаву из пекла, что я представляю, я вот, ну, я не знаю, я... Да, поэтому у нас вот с глубокой древности о субботе два таких главных повода, все как в субботе. Это сотворение мира, да, мы говорим. Мы вспоминаем каждую субботу тот самый первый шаббат в истории человечества. Да, значит, и... А второй повод, это исход. Это, получается, каждые субботы как Пасха для нас. Определенным образом Пасха. Мы вспоминаем выход из Египта. И, друзья, удивительно, но те, кто поверили Моисею, тогда, несмотря ни на что, несмотря на их некоторые предубеждения, несмотря на их некоторые представления вообще человеческие, религиозные, национальные предрассудки всевозможные, кто поверил Моисею в тот день, те были благословенны. Аминь. И 14-го месяца, на полнолуние, первого месяца, когда лилась кровь Агнцев, это был момент истины. Слушайте, это был тот момент, когда... Представьте, по всей стране миллионы людей совершают одно и то же. Евреи. Многие неевреи оказались умнее тоже. Слушайте, они сказали, нет, не надо, мы... Мудрее, да. Да, умнее. Фараон не друг, но истина дороже. Аминь. Как бы, оно мне надо знать это, да. Я понимаю, что, конечно, евреям кроме цепей нечего терять, а многим египтянам было что терять, но они понимали, что лучше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение. И они пошли вот таким путем. И были спасены. И спасение было как раз вот, и кровь Агнцев на косяках домов. Косяки были все в крови. Да. Слушайте, сегодня кровь Агнца Божьего, Иисуса Христа, и Шиома Шиаха, она на косяках наших домов, наших сердец, нашего разума, всего нашего. И это действительно великая-великая Пасха. Тогда, 3331 год тому назад, при Моисее исход свершался. Сегодня он свершается, уже почти два тысячелетия, через Иисуса Христа. Через Иишуа Ашиаха свершается великий исход. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И великий исход, конечно, да, великая Пасха, вспоминаем ту древнюю Пасху. Но сегодня наша Пасха, Сан Христос, Он наша Пасха, заполненный за нас Агнецкий. И удивительно, тогда, в древности, и с самых Моисеевых времен, на пасхальных седерах поднимались бокалы, и провозглашалось это чудо, воспоминалось это чудо впоследствии, из поколения в поколение, передавалось все это. Горькие травы, пресный хлеб, бокалы вина. Все очень просто, но в этом была такая великая тайна. Первый бокал мы принимали всегда, заявив в этот мир, и друг другу провозглашая, что мы не рабы, мы свободны. Второй бокал, когда мы поднимаем, мы говорим, рабы не мы. Рабство вышло из нас. Первый, что мы вышли из Египта, второй, что бокал, что Египт вышел из нас. Третий бокал мы всегда поднимаем о чудесах и знамениях, говорим. Великое чудо. Мне очень нравится формат новозаветного такого седера, когда мы не только о чудесах и знамениях говорим древности, но когда говорим о том, что Иисус Христос, Он и вчера, и сегодня, и вовеки. И мы говорим о чудесах, которые сегодня Бог совершает, выводя нас из духовного этого Египта, из подласти фараона, дьявола века сего, Бога века сего, из царства тьмы в царство света, выводя, говорим об этих чудесах, знамениях, слава Богу. И в жизни каждого человека, который соглашается с библейским, Божьим, путем евангельским, путем спасения, чудеса совершаются. У каждого свой путь у нас, у каждого из нас свой путь определенный, но есть один путь в жизни. Сам Машир, сам Христос, Он есть путь этот. И вот, братья, сестры, когда вышли из Египта мы, путешествовали 40 дней, потом было ожидание, ожидание у горы, последнее приготовление. И Моисею было сказано, интересно, Он передал людям, что когда шафары будут рубить, там на горе, небесные шафары, ангелы, шафаристы будут шафарить, когда эти трубы будут рубить, то во время, ну, в принципе, шафар, что есть короткие звуки, да, есть протяжные. Вот во время кратких этих, коротких, ну, как вот, точка-тирая, точка-тирая, да, морзи. Вот. И когда будут короткие, нельзя даже подходить к горе, касаться ее, даже животному нельзя, все, никому, ни человеку, ни животному, никому. Но когда будет протяжный трубный зов, голос трубы будет протяжным, вот тогда все можете взойти на гору. Все, весь народ, все вышедшие из Египта, все полностью в присутствии всемогущего Творца могут взойти. И так и было, как бы, но в последний момент все не так произошло. Моисей лишь не дрогнул и был там. Все остальные люди, весь остальной народ развернулись и стали вдали. Ушли. Не взошли на гору. Но удивительная история. Две тысячи лет назад что-то произошло удивительное. И два тысячелетия продолжается нечто удивительное. Исполняется пророчество. Многие пророчества исполняются. Разных пророков, больших и малых. И самое великое пророчество в том, что Бог поселяется среди нас и созидает свой храм. Уже третий храм из живых камней. Первый храм, я не считаю переносного храма, да, Временного, Скиния, то первый храм Соломон построил. Потом мы читаем в Библии как по грехам нашим он был разрушен. Потом читаем о покаянии, возвращении, да, и о новом храме. Ну, это тот же храм мы уже как бы восстанавливаемый. Мы его называем вторым храмом. История второго храма была благословенна, потому что в завершении этой истории сам Ашиах был там в храме. Вот. Это тот самый храм, ну, о котором Христос сказал, что все будет разрушено. однако же. Не потому, что сдатели, вот, ему не нравились эти здания. Нет, не потому. Потому что пришло время нового храма. Уже третьего храма. И Павел пишет Коринфянам, 1 Коринфянам 3,16. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет вас. И потому храм тот второй был уничтожен. Да, это трагедия, да, конечно, это печально, мы вспоминаем, и столетие в столетие это все, оно сохраняется на протяжении всех этих веков, но у нас есть хорошая новость. Хорошая новость в том, что тот храм был уничтожен Богом самим. Да, руками беззаконных, но сам Бог всемогущий убрал тот старый, чтобы вырос новый, чтобы созидался новый храм, третий храм из живых камней. И фундаментом этого храма является сам Мессия, сам Христос. И главой этого храма, куполом, завершаем этого храма. является сам Христос. Глава Церкви Христос. Аминь. Так что, друзья, братья, сестры, живые камни, приветствую всех вас, живые камни, которые являются действительно частью храма Божьего. И я живой камень, и вы живые камни, это прекрасно. И живой камень, какой живой камень, в котором живет живой Бог. Самое великое таинство Христос в нас упование славы. Величайшее таинство во вселенной. Как Бог поселяется в человеке. Я в прошлый раз в другом месте собирались, я был в гостях, рассказывал, помните, там, хороший пример, мне он так нравится. и у себя в церкви об этом рассказываю, и в гостях когда бывают тоже рассказываю. Пример с этими огурцами и прочими овощами, короче. Хороший пример, запоминаемый пример, практичный очень. Вот, баптизо, слово, да, помните, да, баптизо, да. В современном языке греческом баптизо, это, значит, погружение, в смысле, ну так, окунулся, да, уже баптизо. Вот, но в древности, во времена Нового Завета написали, баптизо сначала погрузиться, там и остаться и пропитаться в среднем, что ты погрузился. Вот, не погружаться, все, погрузился и радикальный баптизо. Да, не, вообще, полностью, все, навсегда, навсегда. Да, и, значит, и это слово баптизо использовали греки для описания соленья огурцов в основном. Ну, и еще прокраска тканей также, в основном огурцы. Вот, и малосол греки тоже любили. Малосол, да? Вот, но малосол имеет свою прелесть, да, какую, что он сочетает в себе и свежее, и соленое. Такое. На шкурке уже соль, а внутри еще он похож на своих собратьев-поглядки. Вот это сочетание, оно создает свою прелесть малосол. Греки тоже любили малосол, да, малосол в студию, нет? Вот, но, но дело в том, что малосол греки ваптизу не называли. Это не ваптизские огурцы. А ваптизский огурец это какой огурец? Который имеет соль в себе уже имеет соль. Вот, пропитался уже этой солью, всем этим духом, да, рассолом. И Новый Завет говорит нам, имейте соль на шкурке, да, Нет. А где? Имейте соль. В себе, правильно, в себе. Имейте соль в себе, внутри себя, имеете соль. Вот, интересно. Вот, то есть, попадая в этот божий рассол, да, мы погружаемся в него и пробитываемся им. И мессия уходя, он говорил так, что, кто уверен в меня, да, и баптизо это совершит, баптизо, ой, отключился, так надо? Сейчас, сейчас, сейчас. А, нет, что-то. Вот, будет спасен, будет спасен. А каким образом, то есть, спасение, ну, сегодня обычно мы толкуем это, как водное крещение, да, но в те времена шла речь не о водном, конечно, крещении, вот, это уже более позднее блокование такое, когда речь изменился уже и баптизо уже другое значение имело. сейчас мы говорим обычно о водном погружении, но на самом деле там идет речь не о водном погружении, там идет речь о погружении в самого Господа и пропитывании им. То есть, во времена Нового Завета, да еще лет 500 после Иисуса, это слово употреблялось именно таким образом, баптизо означало ни в коем разе не окунание просто, а именно окружение и пребывание там. Ну и второе значение это тоже было для описания прокраски тканей, потому что считали, что если ткань прокрасилась уже хорошо, так что уж никакие стирки, парки, варки не страшны этой ткани, и уже как ни стирай, как ни вари, эту ткань, краска с нее не выйдет, качественная прокраска, то тогда грехи говорили баптизо ну а если при этих стирках краска с нее как-то сходит и цвет после этих многих стирок меняется уже, хуже становится ткань, то они говорили, нет, это не баптизо, это не баптизская ткань. Ну а сегодня, тогда пурбуром прокрашивали, это было самое такое дорогое, богатое, сегодня мы кровью Маширха, кровью Христа прокрашиваемся, и никакие стирки, парки и варки этого мира не страшны, мы также сияем и кровь Христа в нас. Да? Все? Слава Богу! Вот, и день Пятидесятницы, друзья, шабоот, клятвы, шабоот, почему клятвы еще? Можно другое прочтение говорил, да? Сделать. Не запрещено и так прочитать, именно как клятвы, потому что идет речь о клятвах, с одной стороны Всевышнего Бога клятвы, с другой стороны клятвы человеческие. Взаимные клятвы. А клятвы, а в Новом Завете какое, какая клятва самого Господа Иисуса? Сегодня мы знаем, что клятва всех клятв это кровь Иисуса Христа. Вот это уже на самом деле это самое сильнейшее клятва. Самим собою, своей кровушкой Он поставил печать. Своей кровью вечное это искупление совершилось спасение рода человечества. И это не стереть никак. Это никак невозможно убрать. Настолько сильно все то, что произошло 2000 лет назад, что апостол Павел он сравнивает Иисуса с новым Адамом вообще. Как будто новый Адам, новое человечество. Спасибо, Господь, за все. Спасибо за Новый Завет. Спасибо за Новый Завет в крови Мессии, в крови драгоценной Святой Агнца Божьего. Благодарю Тебя за Новый Завет, когда Ты родил нас через кровь Сына Своего. За Духа Святого Твоего спасибо. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты в нас и среди нас пребываешь. благослови Господь народ свой. Благослови сегодня Израиля. Благослови сегодня Иерусалим. Благослови сегодня Боже всю нашу нестрадавшуюся землю Божьей. Народы, племена. И Ты действительно спаситель всех. Ты действительно свет просвещения всех народов и слава народа своего Израиля. Спасибо, Господь. Аминь. Братья, сестры, и молюсь, конечно, и за да, спасибо, и за православную церковь, а духовно, а, есть, надо, а, даже надо, будет, третий стакан. И за вообще в целом христианство, за мессианское движение в целом молюсь тоже. Вот, оно тоже близко моему сердцу всегда все эти годы, и я очень люблю мессианское служение, по возможности участвую, всегда руку приложить, я только рад очень даже. И, потому что это сдаление времени. Кстати, и с водой тоже самое. А, спасибо. Спасибо, а то, что я говорю, да. С водой, кстати, тот же пример, хочу напомнить, кто был на том собраве еще там в парке на Сокольниках. Вода, как наилите? Майн. Майн. Да, и вода, когда она в стакане, да, когда она возле меня, то в отношении к ней я могу сказать только этан, слово употребитель. То есть она рядом со мной, близко, возле меня. Но когда я пью ее, ваше здоровье, хорошая вода. Что лучше воды, слушайте, весь мир был создан водой. Да, мы все из воды, согласно Библии. Вот, и вода, которая во мне сейчас, очень приятно пить воду, она протекает, она сейчас частью меня становится, а я частью ее становлюсь. Вот, по отношению к этой воде, эману, слово, могу употребить, эману моим. И действительно, когда Машев пришел, Христос, когда родился, то написано эману эль, эману эль. И хотя переводчики переводят обычно другие значения используют, почему-то, ну, как бы не своя, есть обычно конфессиональная такая особенность переводов. переводят обычно как именно рядом Бог, близко Бог, с нами Бог. Но это правильно, тоже правильно, конечно, правильно, но есть более правильная вещь, которая для многих конфессиональных переводчиков на протяжении многих веков казалась, ну, невозможной просто. как можно съесть Бога, выпить Бога, как можно раствориться в Нем, как Его растворить в себе. ну, казалось, проще перевести вот другие значения этого слова, вот, когда Он рядом с нами, близко. Это больше понятно человеку, особенно невозрожденному, какими и были вышел по переводчику в истории христианства-то. Но знаете ли, друзья, ну, чего греха таить, так вот, и братья, еврейский я выучил только за то, что им говорил сам Иисус. 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 Потому что там не бровь, а в глаз. Ну, сама суть, правда, матка, знаете, вот прямо сама истина, сама суть. И не знаю, я все-таки пусть даже мне непонятно это по-человечески, но лучше я приму слово, как оно есть. Потому что я все равно я не пойму. Я понимаю, что по-человечески я все равно пока в теле, пока ограничен я во времени, в пространстве, я до конца не пойму это. Я просто смиряюсь, я просто принимаю его это слово, какое оно и есть. Не подстраивая его под свою теологию, свою культуру и прочую традицию, если сказано, что я в нем расположусь, а он во мне, значит так, так и будет бывать. Как оно будет, я не знаю точно. Знаете ли, богословие, я люблю богословие, люблю иногда побогословствовать, знаете ли, но часто братьям говорю так, что богословие порой играет такую злую шутку в христианстве, по крайней мере, очень даже. Это ну да, попытаться объяснить, кто есть Бог, какого ли он качества, откуда, что, как, зачем, почему и что нам с этого будет вообще. Все это богословие как бы пытается раскрыть, много томов пишется и еще, наверное, немало напишется, будет написано, но знаете, я обычно братьям говорю в церкви так у нас, что богословие это такая вещь интересная, что это сразу же попытаться, допустим, любовь объяснить с помощью химии, физики, биологии, много объяснишь, очень много объяснишь и все будет вроде как понятно. Да, как бы загрузишь эту программу и поймешь, что такое любовь, но когда этот физик, химик, биолог, когда он сам влюбится, то он поймет, что это немного другое, это вообще даже другое. Вот, то же самое с богословием, оно открывает нам там тайну, люди спорят порой там, Бог единица, двоица, троица, или как еще, и откуда там Дух Святой исходит, от отца и сына, или от отца через сына, или, ой-ой-ой, знаете ли, это даже спор лилипутов о том, с какой стороны бить яйцо с тупого конца или с острова, и то более умно выглядит, знаете ли, вот, чем, значит, вот эти все в осуждение, вот, и, ну, так положил руку на сердце, опять-таки, вот, как оно и есть, если, исторически, вот, курум на смех, вообще-то, вот такое богословство, а не богословов, недаром в семинариях, порой так вот, сами семинаристы, порой так вот, так потрунивают, над этим и говорят, бессословие, вот, как бы, ну, где-то в этом есть что-то такое. На самом деле, все гораздо серьезней, чем просто богословие, все гораздо серьезней. Есть, классическое еврейское богословие, есть классическое христианское богословие, да, конечно, это все хорошо, прекрасно, но есть то, что невозможно никак изучить, выучить. Можно лишь принять, можно лишь влюбиться, можно лишь, а кто не любит Господа, Иисуса Христа, Ишуа, Машиа, кто еще не открыл, не ответил своей любовью, на его, безусловно, любовь, тот несчастен, тот еще под анафемой. Даже если он в богословии уже многие-многие годы и поднатарел, как бы, и знает все, да. Но, 13-ю главу сегодня читал на утренней молитве, как раз, 1-й Коринфянам, такой гимн любви, знаете ли, да, это гимн самому Творцу, гимн самому Богу, гимн спасителю, Иисусу Христу, потому что Он есть любовь, потому что там о нем и о его царстве, стране его, государстве, царстве его, песня такая, потрясающая песня. Мне все-таки нравится, разные прочтения есть этой главы, 13-й главы 1-й Коринфянам, но мне до сих пор больше всего нравится, как снял Торговский Андрей, в Андрее Рублеве, вот это прочтение 13-й главы, да, если кто помнит, это просто нечто потрясающее, до сих пор я, ну, более талантливо, вот, раскрытие этой 13-й главы, этого гимна любви я не находил, ну, по крайней мере, в русскоязычном мире не находил, вот, и это потрясающе, талантливо было раскрыто, потому что там эта маленькая девочка, княжная, бегает, да, и вот этот, ну, кто посмотрел, те понимают, кто не смотрел, посмотрите, ну, лучше даже, если вам можно съесть, не на телевизоре, не на компьютере, а вот на большом экране, если не будет вам можно, посмотрите, не прогадайте, знаете, вот, значит, и вот этот голос, да, он, как бы, читает, эту 13-ю главу, маленькая девочка бегает по этому пустому храму, который предстояло расписать, но его так и не расписали, вот, и это княжная, и вот это вот, чтение этого псалма, будем так говорить, гимна, гимна любви, и, знаете, когда, тогда еще, как бы, 85-го года, или 86-й, на этом кинопоказе, первый раз я это видел, я был настолько восхищен, тогда вот этим, прочтением именно, и до сих пор я в таком восхищении, и сегодня я еще больше и больше понимаю, что здесь идет речь как раз о самом Спасителе, о самом Христе, если даже мне всякое познание, всю веру, горы могу переставлять, а его не имею, ее, его, ну, любовь, для меня воплощением этой любви вечной стал сам Машех, для меня навсегда Христос стал вот этим видимым воплощением этой вечной человеческому и ангельскому уму непостижимой любви Бога, вечной любви, вечное сияние, вечная любовь, вечный свет. Я, знаете, конечно, преклоняюсь, да, перед Моисеем, да, великий пророк Машех, Машех, конечно, да, Машех, но при всем уважении ко всем, кто проявлял Бог, Моисеев тоже, слушайте, когда он с Горицы сходил, он тоже был в преображении, да, помните, да, он сиял, и как бы, он даже сам не понял, что произошло с ним, представляете, да, ну, он понимал, что это все кругом ярко, да, как бы там фонарик, да, а это все светло, так светло, очень здорово, прекрасно, но потом ему сказали, Моисеев, немного погаси свет, ну, ты слишком уж, слишком уж сияешь вообще, как, пожалуйста, закройся, вот, ну, видимо, это было людям, как бы, да, ну, возле такого света, и никому не очень-то комфортно, а может, что вот и завидки брали, что он просеял, а мы ты, Ну, это уже не каноническое чтение, такое данное, догадки, ну, мало ли какие были люди, знаете ли, люди же всегда люди, вот, на весь свет в караване спичешь, и всем мил не будешь все равно, вот, да, значит, и ты хоть сияешь, а все равно кто-то хочет тебя ко мне помнить, такое дело, такое дело, ну, знаете, по крайней мере, вот, другие пророки читаешь, там кто-то восхищен, Илья, там, замечательный, вот, даже его восхищение, там, описано, там, ну, хотя бы краешком глаза, но, как бы человек увидел, записанное было, вот это да, раз, там, колесница, он там, кто поплачет, успел с него, слетить и все, вот это да, прекрасно, но, все-таки, из всех, кто жил, вступал по этой грешной земле, лишь одна личность, реально, проявила, Бога, эту любовь, явила, это сам Иисус Христол, сам Иешуа, Машеах, Иисус, спасибо, Иисус, спасибо, 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 ты самый лучший, ты самый прекрасный, ты самый, великий, ты самый красивый, ты самый умный, ты самый сильный, спасибо, драгоценный, спасибо, 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 Мой возлюбленный, прекрасен, краше тысячи других, Иисус, ведь его подобен кедру, на подножьях салаты, Иисус, вот он идет, Господь летет, мой возлюбленный грядет, вот он идет, Бог мой летет, мой возлюбленный грядет, мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, время пения, иисус,